Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают То есть вы решили начать С грубой лести, да, Александр? Ну почему с лести? Это факты Ну Если так подумать То, наверное, вы правы Я Достаточно требовательный К себе и к своему окружению Во всяком случае, если речь идет о Рабочем процессе То есть для вас понятие искусство и дисциплина не взаимозамещающие. А в чем противоречие? Если ты хочешь создать, условно говоря, качественный продукт, то нужно просто выстроить четкую систему. Я даже имею в виду не столько, наверное, в плане работы, сколько жизненную систему норм и ценностей. Вот это важно, это первооснова. Ну, к слову о первооснове. Вы часто говорите о том, что для современного общества такое понятие, как духовная чистота, уходит на периферию. С этим нужно что-то делать, причем незамедлительно. Отсюда вопрос, может ли современное искусство в самом широком смысле этого слова как-то повлиять на ситуацию? Ну, смотря, что вы называете искусством, для меня искусство — это то, что одухотворено, это то, что озарено светом, это то, через что мы можем донести некую истину, даже невзирая на то, что искусство по природе своей вообще-то субъективно. Мы должны к этому стремиться. Художник, он же ведь должен быть, как бы сказать, транслятором чего-то. Но, к сожалению, сейчас все чаще в погоне за наживой многие переступают вот эту черту дозволенности и запускают обратный в созиданию процесс, процесс духовного и морального разложения. Вот это на самом деле страшно. Конечно, есть и те, которые со сознанием подходят к своему делу, но их ряды год от года только редеют. Ну, тогда можно говорить ли о том, что ваше творчество — это своего рода орудие борьбы? Взять, к примеру, вашу книгу «Откровения». Она действительно выделяется в хорошем смысле среди той литературы, которая представлена в магазинах, которую можно встретить на полках. И что это? Желание противостоять, условно говоря, мраку, напомнить о чем-то вечном или желание показать обществу, какое оно со стороны? Ну, понимаете, вот эти произведения, стихотворения, которые вошли в этот сборник, они же не являются результатом какого-то замысла или заранее разработанной концепции. Все сложилось так, естественно, для меня образом. Рождались строки, я их записывал, честно говоря, даже не всегда до конца осознавая, что же на этот раз получится. Затем моя кандидатура была выдвинута на государственную стипендию союзом писателей. Она была одобрена, и вот так и появился этот сборник. Но те, кто читал вашу книгу, я думаю, в зале таких большинство, наверное, обратили внимание на то, что вы выступаете в роли антагониста по отношению к тем, кто связал свою жизнь со сценой. Можно сказать, порицателя, жаждущего сорвать все маски, показать оборотную сторону медали. В связи с чем возникает некий диссонанс, поскольку и вы являетесь человеком, посвятившим себя творчеству, искусству, сцене. Обрушился надменный бархат, сокрыв во тьме притворство выть. И ноне эдаким монархом взирает на актерство грить. Он повидал таких немало, кто сдался в плен шальных страстей. Буфонство плотих обжигало и душу делало черней. Ну вот, окончена бравада, пустеет зал, пора домой. Умы гостей, наполнив ядом, сойдет со сцены чуть живой. Сорвет в себя личину счастья и сердце снимет толстый грим. А после попросит безгласно, за что я сам собой казним. Вот я соглашусь с вами по поводу того, что в этом сборнике есть круг тем, связанных с актерством. Я понимаю, что вас, так скажем, смутило. Потому что как артист может говорить такие крамольные вещи? Представьте себе, может. Вот я могу. И я считаю даже это правильным и необходимо в какой-то степени. Потому что сейчас очень многие режиссеры и актеры, а я знаю, о чем я говорю, они, ну как можно сказать, потеряли связь с реальностью, что ли. Нельзя бездумно исторгать на публику плоды своего воспаленного воображения. Нужно помнить, что ты несешь ответственность за то, что ты делаешь. Понимаете, ведь искусство, оно обладает такой колоссальной силой. И если эта энергия будет со знаком минус, то она может и транслятора, соответственно, тот, от кого оно исходит, разрушить, и зрители, читатели и так далее. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, что сейчас многие забывают о таком понятии, как сверхзадача. У каждого она своя, но тем не менее всякий, выходящий на сцену, он должен ее перед собой ставить. А сейчас современные артисты, при личном общении, как-то это у меня выясняется, они даже не понимают, зачем они выходят на сцену, что они хотят донести зрителю. Ну да, у тебя там прекрасные, предположим, вокальные данные, ты привлекательной внешностью, но что должно остаться у зрителя после встречи с тобой в душе? Видимо, их этот вопрос мало волнует. Ну, у вас сразу есть четкая позиция и видение, вы сразу знаете, когда вы выходите на сцену, что вы оставите после себя зрителю? Сейчас уже да, но и то не до конца, потому что вот эта сверхзадача, ее формирование, это процесс очень длительный, и он, по большому счету, и на сегодняшний день не завершен, и, наверное, пока артист существует, он, наверное, все время будет ее как-то корректировать. Но я всегда руководствовался золотым правилом «Не навреди». Ну, вы еще, как я понял, ограничились не только форматом стихотворений и продолжили развивать эту мысль в русле драматургии. Кроме лирических произведений в сборник вошла и пьеса в стихах. Как вы решились на это? И, вступив в полемику, так сказать, с актерским сообществом не на страницах книги, а на их территории. Ну да, это было такое рискованное предприятие. И в одиночку, конечно, этот замысел воплотить в жизнь было бы невозможно, но я счастлив, что на моем жизненном пути встретился потрясающий человек, человек с большой буквы. Это Рамзия Хашимовна Валиулина это это не просто мой руководитель, мой наставник, да, это в первую очередь учитель мой. Она направляет меня в жизни, она подсказывает мне, как поступить в той или иной ситуации. И все, что мы сегодня с вами обсуждаем, да, это является плодом ее деятельности. Если бы не Рамзия Хашимовна, ничего бы этого не было точно. А что касается постановки, то для нас это было новое направление. Да, наши предыдущие работы, они, конечно, обладали в некоторой степени драматургией, но тем не менее они все-таки тяготели к эстрадному жанру. Ну вот, готовясь к сегодняшней передаче, я изучал большое количество комментариев, и вот один очень меня заинтересовал. Это его у себя на странице в социальных сетях разместил один казанский критик. Если позвольте, я зачитаю эту цитату. «Сегодня я увидел возрождение незаслуженно забытого молодым поколением артистов жанра трехминутного спектакля. Внутри каждой композиции был свой микросюжет, своя история, свое откровение, точно бусины нанизывались они на фабульную нить. Очень много из того, что называется драматургическими скрепами, было оставлено за кулисами, что, на мой взгляд, вполне оправдано. Эту нагрузку взяли на себя метафоричность лирики и философичность балета. Тонкая эклектика – вот что выделяет эту постановку в ряду себе подобных». Скажите, вы с таким определением согласны? Знаете, как ни странно, да. Но все-таки, даже если вы с этим определением согласны, это же все-таки оставил его критик. И как вы относитесь к критике? Ну, как я отношусь к критике? Смотря, что это за критика, от кого она исходит. Если она исходит от человека компетентного, то это одно дело. А если приходится ее слышать от так называемых диванных критиков, тут уж извините. Ну, Часто ли вам приходится слышать замечания в свой адрес? Ну, замечания. Не знаю, чтобы сделать мне замечание, надо сначала до меня добраться. А добраться до меня нелегко. В каком плане? Во-первых, у меня очень узкий круг друзей, приятелей, с которыми я общаюсь. И если они даже что-то услышат про меня, они 10 раз сначала подумают вообще, стоит мне об этом говорить, не стоит. Критикуете ли вы кого-то? Ну, я могу дать кому-то совет, так скажем. Ну, и то, если я уверен, что это будет уместно и необходимо. Ну, вы говорите, что у вас крайне узкий круг друзей, приятелей. То почему, если вы очень часто в кругу, где много людей, в центре внимания, или вы осознанно сохраняете дистанцию, или вы не доверяете? Ну, почему? Я доверяю людям, и я считаю, людям надо доверять. Просто, возможно, я интроверт, а вообще, даже вот не общаясь с человеком, только посмотрев на него, я уже, в принципе, понимаю, что это за человек, что от него можно ожидать, и как с ним дальше выстраивать наши взаимоотношения. Конечно, бывает, что я ошибаюсь, но все-таки, как показывает практика, мои все чаяния, они оправдываются. Ну, с критикой разобрались, вроде понятно. Как насчет комплиментов? Комплименты это очень такая, как сказать, опасная вещь. Ну, представьте, вот, не знаю, вы идете по канату, поначалу в абсолютной тишине, потом до вас все ястое, не ястое начинают доноситься звуки восторженной толпы. На первых порах вы не обращайте на это внимания, потому что вы целиком и полностью вот сконцентрированы на том, чтобы держать баланс. Но потом как-то вам это начинает нравиться, вы прислушиваетесь и с каждым шагом забываете, что под вами сейчас вообще-то пропасть. Одно неверное движение и все. Ну, такая себе перспективка. Вот то же самое с комплиментами. Они могут запросто кому угодно скружить голову. Просто, мне кажется, к ним нужно относиться ну, как к средству калибровки своей деятельности. то есть, публика довольна, делаешь все хорошо. Как вы относитесь к зависти и как вы считаете, есть ли у вас завистники? Ну, как я к зависти отношусь? Как любой другой нормальный здравомыслящий человек. Зависть – это очень плохое чувство. Я не знаю, меня как-то, честно говоря, всегда удивляло и удивляет, когда я вижу, как какой-то человек вставляет палки в колеса другому, вместо того, чтобы свои лучше починить. Поэтому, я не знаю, есть у меня завистники, нет у меня завистников. Если есть, мне их жалко, потому что зависть, она унижает и разрушает. Ну, а завистники-то? Ну, завистники, не знаю, вот, честно говоря, чему мне завидовать. Во всяком случае, я никогда никому не завидовал, и я сейчас не рисуюсь, я говорю абсолютную правду, потому что у меня как-то срабатывает в голове другой принцип. Вот, мне что-то нравится, и я сразу себе говорю, о, и у меня это будет, я это сделаю. То есть, я себе не ставлю какие-то ограничения, там, барьеры, рамки. Зачем? даже если такой у меня не будет, ну, другой будет. Слушай, у вас складывается впечатление, что вы, ну, исключительно положительный человек, сама доброта, как-то все правильно. Человек добро, так сказать. Ваша первая концертная программа называлась «Я просто так желаю вам добра». Скажите вот об этом. Ну, эта концертная программа была моим дебютным выходом на большую сцену, и она на самом деле как-то получилась такой позитивной, доброй, светлой, и мы с ней проехали большое количество городов нашей республики. А что касается, вот вы сказали такую фразу «человек добро». Ну, это не образ. Во всяком случае, мне самому в это хочется верить. Я просто так живу. Почему вы выбрали такой амплуа? Вот я еще раз говорю, это не амплуа, это... Амплуа ведь это когда образ какой-то есть, маска, роль. А это не роль, это просто траектория моя жизненная такая. Все. Но тяжело ли было сделать первый шаг? Насколько я помню, это год, когда... 2018 год, когда вы уже окончили школу и поступили в институт на филолога, и вдруг такое решение. Что на это вас подтолкнуло? Ну, это получилось не вдруг, потому что сколько я себя помню, я всю свою сознательную жизнь хотел выйти к зрителям, выйти на сцену. В принципе, у меня была такая возможность. Но, понимаете, одно дело выступать в рамках какой-то сборной концертной программы и вступить в диалог со зрителем на 3-4 минуты, а совершенно другое дело, когда это твой сольный спектакль музыкальный, и ты уже в этом общении непрерывном находишься полтора, то и два часа. Ну, вот вы сказали музыкальные спектакли, почему вы разграничиваете эти понятия, не концерт, а именно спектакль музыкальный? Ну, потому что, на мой взгляд, спектакль, он предполагает, во-первых, более глубокое погружение в образ. Он предполагает выстраивание некоторой драматургии. И вообще, мне кажется, что каждый артист, он должен стремиться именно к созданию спектакля, не просто концертной программы из набора песен, потому что нужно проживать каждую песню, нужно в нее вживаться, и вот даже если я исполняю не свои композиции, которые не для меня были написаны, я все равно пропускаю их через себя, и это уже становится чем-то личным, и я делюсь вот этим личным с публикой. Ну, вот так или иначе, потихонечку мы уже дошли до вашей, так сказать, музыкальной карьеры, до сольной карьеры, и вы часто используете в своих песнях, так сказать, кавер-версии произведений других исполнителей, причем, ну, не скрывайте этого, хотя у вас имеется свой авторский альбом. Ну, да, авторский альбом, он есть, он вышел в 2019 году, он назывался Гори, над ним работала большая команда профессионалов, я выступал как автор-песенник, ну, и, понятное дело, исполнитель. Вот презентация этого альбома, она у нас состоялась в формате такой большой шоу-программы на одной из крупнейших, площадок Татарстана. Ну, я не знаю, исполняю, исполняю, кому интересно, могут и мой альбом в интернете найти, все же есть сейчас. К слову, к слову, к слову об интернете. После анонса передачи с вами мы разместили его на разных интернет-платформах, и там в комментариях у людей была возможность адресовать вам вопросы, и раз уж мы заговорили про альбом, многие интернет-пользователи интересуются, когда ждать выхода следующего, и что это будет за альбом, и есть ли он вообще в планах. Ну, планов громадью, не знаю, с чего начать. Каких-то сроков конкретных я, конечно, сейчас назвать не могу. Мы работаем в этом направлении. Если все удачно сложится, то презентация нашего нового проекта, она уже пройдет в Москве. Ну, дай бог, чтобы так и было. Ну, еще вот один из вопросов, которые оставили пользователи соцсетей. Почему произошла зачистка контента? Почему пропали клипы, песни и страницы в социальных сетях? Мне тоже уже задавали этот вопрос многократно. Вот опять же, новый проект, он требует, ну, как сказать, обновления вообще концепции, да, которую мы до этого выбирали. Поэтому, чтобы совершить вот этот апгрейд, нужно было убрать все старое. Ну, все в порядке. Мы вернемся, но уже вот тут как раз-таки в новом образе. Ну, я думаю, многие сталкивались и в жизни с таким, что, чтобы произвести апгрейд, нужно избавиться от всего старого. Поэтому, я думаю, увидев интервью, зрители сразу поймут, о чем идет речь. Еще один вот вопрос. Как скоро состоится очередная премьера и будете ли вы еще выступать с откровением? Ну, по поводу премьеры я говорю, пока карты не раскрываем, все у нас появится и в средствах массовой информации, когда проект выйдет и в интернете все найдете. с откровением, вы знаете, мне очень дорогая эта программа. Она получилась, на мой взгляд, очень такой интересной и хотелось бы, чтобы она жила как можно дольше. Не знаю, может быть, в Казани еще выступить, а может, лучше по городам проехаться. Посмотрим. Есть какие-то в планах уже первый город, куда хотите в первую очередь? В первую очередь, знаете, когда мы запускали вот этот проект «Я просто так желаю вам добра», первыми, кто изъявил желание прийти на него, был Арск. И мы туда поехали. И вот с тех пор, когда мы два раза гастрольный тур начинали, он там был с перерывами, поэтому получилось так, что три раза, мы начинаем теперь все время с Арской. Вот мы такую какую-то добрую традицию завели, там публика вот самый-самый первый, которые со мной вообще познакомились, и мы до сих пор как-то в контакте, они вот зовут, я все говорю, я приеду-приеду, вот надо приехать к ним, наверное, с книгой, чтобы они узнали, что это у нас такое получилось, если им интересно будет. Ну, такие традиции, это всегда хорошо. Вот еще одна девушка-интернет-пользователь, она подписалась, и, можно сказать, мы сейчас откатываемся к вопросу о комплиментах, и оставила комплименты, сразу же вопрос. Илья, вы очень проникновенно читаете стихотворение, была на вашем концерте, просто до мурашек. Не планируете ли вы выпустить диск, и не могли бы вы исполнить для меня любые три стихотворения из вашего сборника? Спасибо. А как зовут? Анна. Анна Золотарева. Анна Золотарева. Знаете, вот тут Сит Рамзио Хашимовна, большое вам спасибо. Очень такая хорошая идея. Мы с Рамзио Хашимовной ее, наверное, обсудим, потому что диск это на самом деле что-то такое новенькое. А спасибо большое, конечно, то, что вы так высоко оценили мои актерские данные. я с радостью могу прочитать парочку стихотворений, если не против. Я не против. Я думаю, зрители тоже поддерживают и аплодисментами, и с удовольствием послушают. Ну, давайте. С летами только постигаешь Святую радость тихих встреч. В чертоге прошлого Вплываешь, Но вдаль уносит жизнь и кечь. Прельщаясь пурпуром зари, увы, о многом забываешь. О том, что будет впереди, увы, мой друг, не размышляешь. И вот встречаешь ты закат, каймленый бархатом червленым, волны причудливый накат, с бортом проказит опаленным. И лишь тогда ты прозреваешь, что нужно каждый вздох ценить. Когда любимых отпускаешь, то их уже не воротить. Это вот первое стихотворение. Там, по-моему, три, да, у нас в заказе было, в заявке. Второе какое. Ну давайте, я очень люблю Казань. Люблю я старый облик града, его величественный стан, садов тяжелые ограды, усадьбы местных слободчан. Люблю раздольные проспекты, бескрайний, как дух людской, проулков каменных просветы, хранящих горожан покой. Люблю я маковки золотые, их колокольный перезвон, люблю я ставни расписные, услада взору каждый двор. И пусть развеет образ града поветрие шальных годов, но ты во мне моя отрада, и не унять мою любовь. Спасибо. Это у меня такая реплика была к нашему городу Казань. И третье, третье, что третье, я не знаю. Но у нас сейчас лето, вот-вот, может быть, что-то про погоду. Хорошо, давайте лето. Наполнились луга духмянным ароматом, укрылась сканью цвета свинцовая полынь, уж вызрела ирга на дереве косматом, стоит повсюду лето, текут неспешно дни. Во тьме ерук тревожных родник бурлит студеный, а средь холмов покатых береза клонит стан. И знаю всяк художник сей красотой пронзенной, не пожалел бы красок дотронувшись холста. Ну, я предлагаю перенестись из виртуального пространства в зрительный зал. Я думаю, что у зрителей за это время возникли какие-то вопросы. Если вы не против, я хотел бы спросить у зала, есть ли уважаемые зрители, есть ли у вас вопросы. Илье, есть сейчас такая возможность спросить его. Пожалуйста. Добрый день, Илья. Поскольку я часто сама с этим сталкиваюсь, в студенческих каких-то конференциях, выступлениях, водник, такой вопрос. Испытываете ли вы страх, какой-то, может быть, боязнь перед выходом на сцену? Спасибо. Ну, страха сейчас уже как такового нет от непосредственного контакта со зрителем. Но вот мандраж, он, конечно, остается и, наверное, будет всегда. И вообще, наверное, даже правильнее говорить не о чувстве страха, а о чувстве таком гипертрофированной ответственности. Потому что ты отвечаешь за качество того, что ты делаешь. Вот пришли зрители, они потратили свое время, они потратили свои деньги. Поэтому ты просто не можешь сделать что-то плохо, потому что все должно быть на высоте. Спасибо. Советы профессионала. Спасибо. Есть еще у нас. Пожалуйста, можешь микрофончик сюда? Можно представляться, не стесняйтесь. Добрый день, Илья. Меня зовут Камила. Уже не первый год я наблюдаю за вашим творчеством и хотелось бы узнать. Я заметила, что в своем гардеробе вы предпочитаете черный цвет. Почему? Спасибо за вопрос. Ну, потому что, наверное, черный цвет, он такой универсальный. Это некая такая база. Если говорить про сцену, то черный цвет, он помогает концентрировать внимание зрителя не на том, в чем ты одет, а на том, что ты делаешь. Вообще, одежда, сценическая, наряды, они должны помогать, а не мешать. Вот, например, в последнем нашем спектакле «Откровение» у меня была такая широкая черная мантия. И, надо сказать, она себя оправдала, потому что, не уходя за кулисы, не переодеваясь, я мог с помощью нее создавать различные образы, начиная от парящей птицы и заканчивая, я не знаю, странником в накидке. Плюс, конечно, вот сами масштабы вот этого балахона, они позволяют и фигуру увеличить на сцене, амплитуду движения. То есть, вот так. А вообще, у меня разные костюмы бывают. Вот здесь, смотрите, показывают. Вон, красный, пожалуйста, пиджачок. Спасибо за ответ. Спасибо. Уважаемые гости, есть еще вопрос, спасибо. Здравствуйте, у меня тоже есть вопрос, меня зовут Елена. Илья, вы достаточно часто даете интервью, идете на контакт, и делаете это открыто, как мы сегодня это увидели, но почему вы никогда ничего не говорите о своей личной жизни? Спасибо, Елена, за вопрос. Копнуть решила. Ну вот я чувствую, да, куда идет наш разговор. Но, на самом деле, ответ очень будет таким прозаичным. Понимаете, публичность выбирал я. Мои близкие публичность не выбирали. Поэтому я не хочу их выводить под прицелы объективов. Но, удовлетворяя вашему интересу, вот, пожалуйста, сегодня в зале присутствует моя дорогая и любимая бабуля Захарова Галина Николаевна. Поэтому я никого не скрываю. Я всегда, вот, пожалуйста, наоборот. Еще вопрос. Добрый день. У меня пока нет вашего сборника, но после сегодняшней передачи мне бы очень хотелось ее... А зачем ждать? Я сейчас прямо... А он подписан? А? Он подписан? Сейчас подпишем. Давайте. пока задаете вопрос. У меня такой вопрос, Илья. Скажите, а вы пишете для детей? Для детей? Ну, знаете, как таковых стихотворений пока для детей нет, но есть некоторые произведения, которые как бы стилизованы под это. Там образы, слог, ритм. Я вот сейчас, прежде чем подпишу, могу даже вам, если хотите, продемонстрировать, что это за произведение. Оно, сразу предупреждаю, конечно, большое, поэтому я на всякий случай его все-таки открою. Это я даже не знаю, как правильно назвать. Баллада, поэма, не знаю, сами как бы решите. То случилось в граде Брик, где по службе я бывал. К ним в турне заехал цирк, а таком впервой слыхал. Всюду клеили афиши «Приходи, честной народ!» И богатый шел, и нищий все толпились у ворот. Подле здания бурмистра возвели большой шатер. Зритель шел потоком быстрым, не спешил лишь билетер. «Ваш билетик, проходите. Место семь, девятый ряд, вы, миледи, обождите. Знаю, все попасть хотят». Суета царила всюду, неумолкный шум стоял. Вдруг случилось право чудо. Зал мгновенье замолчал. На арене появился некто в черном сюртуке. «Да начнется шоу!» воскликнул. Сделал взмах и скрылся в мгле. Разразился гром овации, заиграл оркестр, тушь, и настало время танцев. После дюжей вышел муж. Было все ему под силу. Люд дивился. Ну, силач! Даже цепи рвал он с пылу, как размоченный калач. Но гимнасты не отстали. Номер произвел успех. Долго им рукоплескали, ведь они сразили всех. Да и фокусник-умелец публику привел в восторг. Не видал никто доселе, человек летать, чтоб мог. Был еще канатоходец, очень редкостный смельчак. Он по тонкой грани ходит, чуть оступится, и мрак. Клоун, акробат, жонглеры, всех артистов и не счесть. Перейти к финалу впору, а то можем не успеть. Представление завершилось, плац стремительно пустел. Потемнело, солнце скрылось, город точно онемел. Я решил, пора к ночлегу. Но донесся чей-то плач. Вижу поводаль телегу, а на ней сидит циркач, весь измученный, поникший, безбылой искры в глазах, словно статуя застывшая, притаился он в потьмах. На вопрос мой, что случилось? Бедолага рассказал, мол, не так все получилось, как в мечтах своих слагал. Всякий раз с собой рискуя, вас пытаюсь веселить. Не хочу судьбу такую. Ах, на что я трачу жизнь? Разве стоит бис и браво наших слез, терзаний, мук? Думаешь, нужна нам слава, разомкнуть бы этот круг. Но недолго ждать осталось. На рассвете мы уйдем, вот потерпим еще малость и по новой заживем. Повстречались на закате, но расстались лишь с зарей. С той поры, дорогой читатель, в цирк я больше не ногой. Спасибо, Илья. Я думаю, еще вопросик есть, да? Отлично, конечно. Здравствуйте, меня зовут Камила, и у меня такой вопрос, касаемый больше профессиональной вашей деятельности. Почему вы выбрали именно профессию филолога, а, например, не поступили на режиссерский факультет или на актерский? Спасибо большое. Вот здесь как раз-таки речь о том, о чем мы говорили в самом начале. Я пока стоял за кулисами, услышал, что вот Александр сказал, что я привык идти против течения. И вот, наверное, во многом ответ он кроется в этом, да? Потому что я не очень люблю, когда мне навязывают, что нужно делать. Я не говорю о том, что я такой непослушный, да? Делаю все всегда назло и даже, может быть, неправильно. Нет, здесь дело не в этом. Просто искусство – это немножко другая категория, и у меня к ней совершенно иное отношение, чем у других. Я знаком прекрасно был еще, когда учился в школе и с нашим актерским сообществом казанским, и с режиссерами. И да, они меня звали и в театральное училище, и в институт культуры. И у меня на самом деле была какая-то уверенность, что я туда пойду. До того момента, пока я не включился, так скажем, вот в этот сам процесс обучения. Многое из того, что там делалось, оно было мне не по душе. И вот сейчас, спасибо, опять-таки, говорю, большой Рамзе Хашимовне, что это один из немногих людей, который не ломал меня, а прислушивался ко мне и старался какие-то вот эти зачатки развивать. И поэтому то, что мы сейчас выходим на большую профессиональную сцену и еще привлекаем это же самое актерское сообщество, это, конечно, для меня чудо, потому что, конечно, вот сейчас просто Александр прочитал такой гладкий комментарий, критика, да? Надо узнать, что это за критик, хороший критик. А есть люди, которые категорически не принимают все то, что мы делаем. Я с ними встречаюсь, беседую, мне очень интересно послушать то, о чем они говорят, но тем не менее, все-таки вот ориентируясь, опять-таки, на реакцию публики, я понимаю, что мы идем правильной дорогой. Вот поэтому. Спасибо большое. Спасибо. Еще, может быть, у кого-то за это время появились вопросы, можно задать? Может быть, мы попросим бабушку что-то спросить? Не, знаете, просто Галина Николаевна, она может про меня, наверное, говорить долго, но и бабуля, и мама, и папа, и вообще все мои родственники, они как бы воспитаны немножко по-другому. Им все время неловко и неудобно, когда я вот себя, как они говорят, выпячиваю. Что ты себя выпячиваешь? Говорят, сиди спокойно. Поэтому, то есть, мне как бы, вот многие думают, что у меня какая-то корона надета, мне эту корону дома сшибают очень легко. Вот, поэтому, конечно, бабуля, это мы с мамой главные два критика, они меня очень быстро отрезвляют, если меня куда-то заносят. Поэтому лучше не надо, а то мы сейчас еще одну критическую статью услышим в мой адрес. Ну, получая, вот сразу же вопрос, получая от мамы, от бабушки какую-то критику, она вдохновляет на что-то новое или все-таки вы проводите с ними беседы? Нет, ну, против родительского авторитета, как говорится, не попрешь, поэтому я склоняю голову, ну, вот бабуля улыбается, самое главное, чтобы она не рассказала, каких мне это мук стоит, да, согласиться, но тем не менее, все-таки я знаю, что эти люди желают мне искренне добра, никакого подтекста нет, поэтому, если они так говорят, значит, так должно быть, значит, они в этом убеждены, а я доверяю им. Спасибо. Еще раз большое спасибо вам, Илья, я думаю, зрители и в зале, и у экранов получили настоящее эстетическое удовольствие, и я думаю, очень много узнали о вас и почерпнули интересного для себя, но все-таки хочу раз еще вернуться к началу беседы и услышав ответы про срывание масок, про то, что за ними может скрываться, я также обратил внимание на то, что, разоблачая своих героев, вы демонстрируете, по сути читателям трагийность их поступков, ведущих в итоге к несчастью. Скажите, вы считаете себя счастливым человеком? Конечно. Я благодарен Богу за каждый прожитый день, за каждую минуту. И, наверное, как раз таки то, о чем вы сказали, вот это срывание масок, демонстрация вот этих пороков, это, наверное, путь, один из путей вот этого очищения, в том числе самоочищения. Это своего рода зеркало. Конечно, я счастлив по многим причинам. И я искренне желаю, чтобы все и каждый тоже были счастливы. Наслаждайтесь жизнью, стремитесь к свету, и все у вас будет хорошо. Спасибо, Илья. Давайте еще раз поаплодируем нашему гостю. Я предлагаю вот на такой душевной, позитивной ноте поблагодарить еще раз Илью. Давайте еще раз мы подарим аплодисментов. Человек творческий, а больше всего это аплодисменты, наверное, одно из самых таких приятных вознаграждений. Мы будем рады увидеть вас еще раз на нашей сцене, возможно, уже со следующим сборником стихотворения сейчас. Уважаемые зрители, можно сфотографироваться с нашим гостем или задать какие-то вопросы лично. Большое спасибо, Илья. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.